В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание в формате видеоконференции. Выплаты получат 100 тысяч человек, это многодетные семьи. В Ленинском городском округе в рамках национального проекта «Чистая вода» к введению в эксплуатацию готовится сразу несколько водозаборных узлов. Мы делаем небольшие входящие-выходящие котлованы, соответственно, через эти котлованы в гул попадает вода. Отделение кардиологии Видновской районной клинической больницы начинает серию тематических встреч с населением под названием «Школа сердца». У меня проблемы с сердцем с 2009 года, поэтому здесь постоянный, в общем-то, я, как говорится, клиент, пациент. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в формате видеоконференции провел совещание с вице-губернаторами, членами правительства Московской области, главами городских округов. Главными темами встречи стали повышение качества предоставления государственных электронных услуг, поддержка предпринимателей и подготовка к новому учебному году. Во вступительном слове Андрей Воробьев отметил, что 95% региональных услуг реализуется через портал «Мои документы», и эта работа будет продолжена. В каждом МФЦ мы приняли решение сделать специального сотрудника, который уделит время и обучит тем, кому сложно работать на портале для оформления всех необходимых социальных выплат. В ходе совещания был поднят вопрос развития предпринимательства. Губернатор Подмосковья рассказал, что в сентября в регионе стартуют новые меры поддержки бизнеса. Это гранты социальным предпринимателям и субсидии малому бизнесу для выхода на маркетплейс. Там можно получить 500 тысяч рублей на свой проект на дальнейшее развитие. Также Андрей Воробьев рассказал, что в августе будет реализована программа различных социальных выплат в преддверии учебного года. Выплаты получат 100 тысяч человек. Это многодетные семьи, где и школьники по 3 тысячи на ребенка, малообеспеченные семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Они получат по 13 тысяч рублей. Особое внимание губернатор обратил и на качественную подготовку школ к новому учебному году. В Ленинском городском округе в рамках национального проекта «Чистая вода» к введению в эксплуатацию готовятся сразу несколько водозаборных узлов. Жители поселка Измайлово, села Булатниково, деревень Троздово, Орлова и Богданиха с нетерпением ждут, когда в их дома придет долгожданная чистая вода. Работы по строительству инженерных сетей водоснабжения в селе Булатниково стартовали еще в конце февраля. Прокладка трубы протяженностью 6,5 километров ведется методом горизонтально направленного бурения. Происходит меньше демонтажа дорожного, асфальтобетонного покрытия, газонов, тротуаров и так далее. То есть мы делаем небольшие входящие-выходящие котлованы. Соответственно, через эти котлованы в гул попадает вода, попадает труба и, соответственно, уже, грубо говоря, остается на небольших участках сделать благоустройство. Сейчас на объекте трудится порядка 50 человек. Все работы планируется завершить без задержек к концу сентября. 500 кубометров воды в сутки покроют потребности жителей села Булатниково. Не только постоянно проживающих, а их не более 400 человек, но и дачников, благодаря которым население села каждое лето возрастает до тысячи. Это очень даже замечательно было бы. Потому что колодцы, я, конечно, не знаю, как это все дело, они же тоже и осушаются, и засоряются. В деревнях Орлова и Богданиха тоже вскоре появится чистая вода. После модернизации существующего ВЗУ там установят точно такие же фильтры обезжелезивания воды и ультрафиолетовые лампы для обеззараживания, как и на водозаборном узле поселка Петровское, жители которого пользуются чистой водой с января этого года. На текущий момент там пробурены две новых скважины, абсолютно новых. Соответственно, по одной из них сейчас уже ведется водоснабжение, но пока не очищенное. Соответственно, будут установлены сейчас в стадии установки станции очистки воды. Централизованное водоснабжение до конца года появится также в селе Дроздово. Таким образом, благодаря президентскому нацпроекту и программе губернатора Московской области чистая вода в 2022 году более 15 тысяч жителей будет обеспечена качественной питьевой водой. Отделение кардиологии Видновской районной клинической больницы начинает серию тематических встреч с населением, объединенных названием «Школа сердца». Такие мероприятия будут полезны тем, кто хочет узнать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. На первой лекции побывал Дмитрий Книга. Во взрослой поликлинике состоялась встреча заведующего кардиологическим отделением Видновской районной клинической больницы Дмитрия Орловского с жителями округа. Цель мероприятия – рассказать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы и современных методах лечения. К сожалению, в течение двух лет у нас не было встречи, так как больница находилась в режиме работы ковидного госпиталя. Поэтому я думаю, что и мы будем рады встрече с нашим населением, и они будут рады. Тема лекции – гипертоническая болезнь и факторы, приводящие к ухудшению состояния здоровья. Собравшиеся узнали, кто входит в группу риска и должен особенно внимательно относиться к изменению артериального давления. Некоторые люди абсолютно не могут предполагать, что какие-либо проявления и симптомы, которые у них есть, это уже предикторы так называемого развития тяжелых сердечно-сосудистых спелевов. Обратить внимание стоит на частые головные боли, повышенную утомляемость, одышку, не связанную с физической нагрузкой, и боли в груди. Многие из пришедших на встречу узнали о ней из социальных сетей медицинского учреждения. Также лекцией заинтересовались пациенты-сердечники со стажем. У меня проблемы с сердцем с 2009 года, поэтому здесь постоянный, в общем-то, я, как говорится, клиент-пациент в нашей Виновской больнице, поликлинике. Поэтому здесь, когда узнал, что будет этот курс лекций, думаю, что-то новое узнать для себя лично. Все собравшиеся могли задать свои вопросы и получить консультацию врача. В будущем планируется проводить такие мероприятия на регулярной основе. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Видном прошел турнир, посвященный Международному дню шахмат. В соревнованиях приняли участие более 50 человек из разных городов России. Помимо видновских спортсменов были гости из Домодедова, Белгорода и Санкт-Петербурга. Для юных участников в возрасте от 7 до 14 лет турнир стал прекрасной возможностью повысить свою квалификацию. 7-летний Николай Белов занимается шахматами всего один год, но строит грандиозные планы. Я хочу добиться в шахматах, чтобы я был самый крутой шахматист на свете. Еще одна участница турнира Дарья занимается этим видом спорта около пяти лет. Девочка считает, чтобы добиться высоких результатов, необходимо брать уроки у профессионалов. У тренера заниматься он тебе может объяснить что-то, если ты не понимаешь. Подсказать, поиграть с тобой, новые варианты какие-то показать, объяснить более точно. Также шахматные баталии развернулись и среди мастеров. Мне интересно играть, он как-то захватывает так. Потом спортивный интерес, хочется выиграть. Когда выигрываешь, получаешь удовольствие. Поддерживал своих воспитанников педагог шахматной школы «Импульс» Александр Болховитин. Международный мастер спорта, многократный чемпион первенств Ленинского городского округа. «Видное» становится шахматным городом. Постоянно шахматисты клуба «Импульс» участвуют в областных соревнованиях и занимают первые места. Поэтому какой-то бум мы видим и чувствуем, что очень много ребят начали заниматься шахматами. Стоит отметить, что в «Видном» регулярно организуются кубки и турниры по шахматам. Людей забрать несложно, тем более в выходной. Много шахматистов соскучились по игре, потому что в основном турниры проводятся осенью и зимой. То есть весной уже реже, а летом очень-очень редко. Зрители могли наблюдать за играми участников в соседнем зале. Все шахматные партии демонстрировались на экране. Турнир прошел на высшем уровне, и все участники остались довольны. И даже самые юные шахматисты показали отличную подготовку. Ярмарка у кинотеатра «Искра» снова приглашает покупателей. Полюбившиеся видновчанам павильоны и новые торговые точки порадуют не только разнообразным ассортиментом, но и приятными ценами. Все самое необходимое можно приобрести в одном месте. На ярмарке представлен огромный выбор мужской, женской и детской одежды. Легкие наряды на лето, обновки к предстоящей осени, а также домашняя одежда, белье и купальники от турецких, белорусских и российских производителей. Каждый найдет здесь что-то по душе, а приветливые продавцы всегда помогут определиться с выбором. Кофточки, тунички, кардиганы, бюрючки. Большие размеры, до 74-го размера. Все, клиентов очень много. Ищут даже, когда мне нет. Нравится всем, все довольны. Продавцы ярмарки уже предлагают подготовиться к холодному сезону. В павильонах представлены кардиганы из орловского трикотажа, варежки и носки из натуральной шерсти, оренбуржские и волгоградские буховые изделия. Платки, накидки и шали точно согреют холодной зимой. А летом их можно купить по приятным ценам. У меня представлена коллекция Оренбурга и коллекция волгоградского пуха. Изделия из пуха. Ручная работа. Здесь у меня шарфы, манишки, косынки, шали. Есть изделия крючком вязаные. Вот там крючком вязаные перелины шикарные. Это теплые изделия, которые согревают душу и сердце зимой. На ярмарке вы найдете товары для дома. Постельное белье покрывало посуду и даже бытовую технику. Есть у нас кастрюльки, чайбунки, сковородки, чайники. То есть вся та мелочевка, которой нужна хозяюшке в последний день, чтобы она пользовалась этими гаджетами. Так что добро пожаловать на нашу ярмарку к моей посуде. Особая часть ярмарки – продуктовые. Деликатесы со всех уголков страны к вашему столу. Дальневосточная икра, фермерское мясо и колбасы, свежие фрукты и овощи. Для сладкоежек отдельные павильоны с оригинальными сладостями от производителя. У нас представлена в основном продукция от Азовской кондитерской фабрики. Халва, мармелад, рахат лукум, пастила, очень вкусные риски и помадка. Также представлены продукции выпечка. Это производство у нас в Воронежской области, Пенза. Особой популярностью у видновчан пользуется лавка натурального меда с дальневосточных пасек. Из раза в раз продавцы участвуют в ярмарке и постоянно привозят новинки. Мы к вам приехали издалека, с Хабаровского края. Привезли вам экологически чистый мед, таежный, например, амурский бархат. У кого сахар высокий, его рекомендуют при сахарном диабете. Он очень полезен для сердечка. Женьшень у нас в мед. В Кипре иван-чай вводится. Дальневосточный корень женьшеня, панты моралы и мумиё. Для здоровья очень полезно. Приглашаю всех жителей города к нам на ярмарку за медом. Пенсионерам очень хорошие скидочки. Ярмарка у кинотеатра «Искра» приглашает посетителей до конца недели за полезными, качественными и вкусными покупками. Павильоны открыты с 10 утра до 7 вечера по 31 июля включительно. Успевайте. Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин